Друзья, мы сейчас приехали к фуникулёру, который отправит нас высоко в Альпы на Великую Планину. И там я приглашаю вас отпраздновать моё день рождения. Посмотрите, какую классную детскую площадку построили внизу перед фуникулёром. Мы купили билеты, которые нас отвезут туда и обратно. И такая семейная карточка стоит 60 евро. Отправимся мы сейчас в Альпы вот на этом фуникулёре. По-словенски она называется Гондола. Первую часть пути мы проделали в закрытой кабине, а вторую часть пути мы будем подниматься на открытых фуникулёрах, которые похожи на качели. И вот так вот будет выглядеть наш отель. Видите, сразу поднимаешься и тут уже реклама идёт. И посмотрите, какой прекрасный вид. Правда, сегодня, к сожалению, всё в какой-то дымке. Здесь произошли обновления с тех пор, как я в последний раз здесь бывала. Посмотрите, мы уже запрыгнули на наш фуникулёр и движемся дальше. Вот так вот выглядит Великопланина. В этом году, к сожалению, снега совсем мало. Но достаточно холодно. Минус 9 градусов сейчас. Но что радует, это то, что людей немного. И, надеюсь, будет достаточно малолюдно. Мы как раз хотели побыть в романтическом месте без толпы туристов. Ну что, доехали мы. И осталось только найти свою хижину. В описании было написано, что идти до неё всего лишь 800 метров. Она должна выглядеть примерно так же, как вот эта. Как-то раз я вам уже снимала Великопланину. Мы ходили сюда весной и снимали крокусы. Было очень эффектное видео. Добавлю вам ссылку на него. Перед нами, посмотрите, ресторан. В этот ресторан мы отправимся завтра. Казалось, не так уж и малолюдно. Толпы туристов с чемоданами, сумками. Видимо, тоже зарезервировали себе домики на выходные. И посмотрите, вот такой вот указатель. Сейчас на нём будем искать наш домик. Здесь обычно летом пасутся коровы. И когда-то давно вот в таких вот домиках отдыхали сами пустыхи. Отдыхали и жили в сезон, пока пасли коров. Но сейчас все эти домики имеют другое назначение. Например, вот этот домик является медпунктом. А другие домики в основном сейчас обустроены как комфортабельные отели. Навигатор показывает нам идти 7 минут 450 метров. Кто-то в лесу пытался сделать домик на деревьях. Вот дошли мы до пастушьей деревушки и ищем конкретно свой домик. Здесь, кстати, забыла вам сказать, высота 1600 метров. Ой, ну это вообще какой-то совсем свежий домик. Видите, что он ещё такой не потемнел. У него свежее, светлое дерево. Обратите внимание, на вот этих домиках расположены солнечные батареи. Скоренько движемся по тропиночке, по тропиночке бежим. Посмотрите, вот он наш домик. И вот движемся к нему по такой маленькой тропинке. И посмотрите, какие прекрасные виды. Приглашаю вас посмотреть наш домик, который стоил 600 евро за две ночи. Так, давайте посмотрим, что здесь. Ой, достаточно тепло. Действительно, хозяин о нас позаботился. Вот здесь вот кухня с невероятно красивым видом. Здесь одна спальня. Очень уютно. Здесь вторая спальня. Здесь камин. Можно разжечь камин. Даже дрова заготовлены. Здесь находится маленькая кухня. Классно. Очень уютно. Очень уютно. Здорово. С этой стороны находится сауна. Здесь туалет, который мы уже протестировали. Он достаточно чистый. Здесь душевая. Душевая кабина. И посмотрите, здесь есть еще второй этаж. Очень крутая лестница. Если вы любите лунатить, то лучше на втором этаже не спать. Можно упасть. И посмотрите, здесь еще сколько постельных мест. Здесь еще может разместиться пять человек. Посмотрите, какая крутая лестница. Сверху это особенно заметно. Посмотрите, как у нас уютно. Огонь в камине горит. Обувь сушится. Носочки тоже сушатся. Красота. Ю-ху. Поднавайся. Ну, выбегаем. Разбегайся. Поднялись мы на разглядную точку, откуда должен открыться невероятный вид. Планява, камнишко, седло. Ага, и написано, какая гора имеет какую высоту. Планява 2394 метра. Смотрите, вот так вот выглядит пастущая деревушка. Вот такие вот крыши деревянные, серые. От времени, видимо, они посерели. Невероятные ощущения. У меня ощущение, как будто бы я в детстве. Вот такая же погода была в моем детстве. В той деревне, в которой я жила. Ого, посмотрите, как здесь гоняют. Класс. Не так уж и тихо сегодня. Люди тоже приехали развлечься. Поклею камеру. Три, штыри, насмейся. Ауц. И седа. Все оправитую. Как и лепо, ебач лепо. Ауц. Ну? И где? Решили сфотографироваться на память. Вот так вот выглядит ресторан на Великой Планине. И здесь мы сейчас будем обедать. Что, давайте посмотрим, как это выглядит внутри. Смотрите. Вот так вот здесь уютно. И с прекрасным видом. Обед. Праздничный обед. Грибной суп. Яблочный завиток. Саша, покажи свои жганцы. Колобаса, жганцы. Когда день рождения у тебя зимой, приходится отмечать его в горах. Ничего. С днем рождения меня. Она мне так нравится. А, тебе тоже понравилось? Ну, конечно. Поэтому ты меня отговаривала не покупать. Подарок от тети из Санкт-Петербурга. Класс. Вот вы, тети, покажи. Давай. В этих домиках нет питьевой воды. Сюда очень сложно доставлять воду. Чисто дождевая. Пить ее нельзя. Нужно всю воду тащить в Альпы с собой. Но наш хозяин позаботился о своих гостях. У него вон огромный запас воды для гостей. Здесь даже есть и пиво, и сок, и вода. И всякие разные консервы, и хлеб. То есть с голоду здесь умереть невозможно. Но все это не бесплатно, конечно же, а за деньги. Вода стоит 2,50. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, мы арендовали хижину. И у этой хижины, как вы видите, есть джакузи, который находится на улице. И топим мы это джакузи с дровами. Сидишь, наслаждаешься теплой водой и прекрасным видом на Альпы. Но за джакузи вы должны доплатить отдельно. Стоимость водных процедур составляет 60 евро в день. Периодически нужно подкидывать дровишек. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...